Ярмодинамик Этих давних них более чем достаточно, если вы когда-нибудь приходите более в глубину, чтобы бороться с этой наукой. Ну и давайте начнем наш курс. В нем у меня несколько глав, в каждой главе несколько параграфов. Начнем самый первый параграф, то есть главу. Она называется так. Элементы теории представлений. Элементы теории представления. Элементы теории представления. То есть три. Параграфа даже не буду говорить о представлении существующей квантовой механики. Как можно представить аппарат квантовой механики на различных языках? Ну, первый из параграфов. Представление вторичного квантования и представление чисел заполнения. О вторичном квантовании вам, наверное, москвин чуть-чуть упоминал. Ну, в общем, честно говоря, то, что я разбил реакцию Александра Сергеевича, то, что не найдет вторичного квантования, в общем курсе квантовой механики, читаемый для всех специальностей, в том числе и для теоретических, это, конечно, очень слабо и мало. Есть некая проблема, что сейчас я вынужден буквально так мгновенно проскочить в серьезный курс вторичного квантования квантовой механики. В свое время, когда я учился на физическом факультете, нам вторичное квантование излагали предъем на десяти лекциях. Я вам сейчас расскажу за 13 минут. А на самом деле, если любому человеку, который захочет серьезно работать в теоретической физике, как профессионалу, ну, надо ознакомиться с аппаратом вторичного квантования, ну, хотя бы простейшим вариантом. Так, и не знал, не помню, у Давыдова есть флантовые механики, флантовые механики парадами, парадами, покрещенными вторичному квантованию. А самая, конечно, шикарная вещь, это лекции Николая Николаевича Боголюбова по вторичному квантованию, в которые надо просто сесть и с ручкой в руках заправить все выплаты, чтобы поднять на параметры. Есть в него, например, названные избранные университетские лекции, избранные университетские лекции. Они обязательствуют МГУ, 2009 год, там есть такой раздел, 19-й, аспекты вторичного квантования. Сейчас я просто изложу в некий крайне примитивный рецепт, это вторичного квантования. Давайте возьмем гаммельтинян для N-электронов, например. В обычной квантовой механике гаммельтинян для N-электронов, где XI, E, XI, N, и координаты электронов, набор шпинов, координат. Далее переписывается следующим опытом. Во-первых, это сумма кинетических энергетных частичек , плюс парное взаимодействие электронов, поправное между собой. Энергия взаимодействия электронов с координатами к сиянии, с координатами к сиянии. Ну или вот этот член, иногда его гораздо чаще дописывают следующим образом. Выходят по всем координатным точкам, с каждым от импульсом без фундирования. Но поскольку с первым берут взаимодействие первого электрона со вторым, а потом с вторым с первым, чтобы не было бы иного учёта, ставятся ли ценности. И, конечно, надо исключить самодействие при таком суммировании координаты и новых совпадателей. Что такое сиянии? Это, значит, пространственная координата и спиновая координата электронов. Что такое подчастичное термодействие? Ну, это, например, эваторокинетическая энергия. Так, плюс энергия этого одного электронов поля. Вот как я условно её пишу. Энергия взаимодействия. С магнитным полем, электрическим полем и так далее. Ну и обычно в качестве простого примера взаимодействия электронов. Взять исходное неакронированное координатское взаимодействие. Это, по примеру, вот такой потенциал взаимодействия. Вот, значит, что в качестве энергетного гликониана. Вот, значит, что он готовит меня. Тогда мы будем переходить к представлению к вторичному квантованию. В представлении этого гликониана во вторичном квантовании мы делаем следующую процедуру. Вот этому гликониану, в представлении его вторичного квантования, становится взаимодействием такой гликонианом. Ну, ладно, я сейчас сотру. Энергия взаимодействия. Просто во что? Так надо переписать к метрическому квантованию. Нет. Так. Интегрирование по всем координатам электронов. Стоит оператор рождения поля частиц. Дальше стоит вот этот одночастичный гликонианки. То, что вот это. Оператор кинетической энергии. И стоит оператор поля рождения. Ну и потенциальное взаимодействие записывается так. Место суммирования по двум координатам идет интегрирование. Операторы. Ну и теперь повернем. Вот это, вот эти величины, это операторы поля частиц. Они операторы. И удовлетворяют тем коммутационным соотношением, которые эти частицы характеризуются. Ну вот здесь я описал в конкретном примере электроны. Электроны — это фермы частицей. Значит, волновые функции для электронов удовлетворяют антикоммутационным перестановочным соотношением. И, соответственно, теоремические операторы описываются антикоммутациями. Значит, оператор Пи на оператор Пи плюс. Вот я записал антикоммутаторы. Если бы здесь у меня был соответствующий админус, был бы коммутатор. Тогда бы я описывал частицы фото. Значит, вот этот антикоммутатор иногда символически предписывается через квадратные скопки. Ну и, значит, это равняется дельта. Но внизу густового подличия антикоммутатора добавляем на плюсе. Иногда держим его вот так, как с антикоммутатор. Есть какие-то значения. Через фигурные скопки. Ну и, значит, это равняется дельта функции. Фи. Ну, соответственно, если речь идет о, скажем, оператору, либо относится к оператору рождение, либо к оператору уничтожения коммутационных соотношения следует. А посылование, почему эти соотношения должны выглядеть так? Это в плантовой механике, во вторичном плантовании. А пока мы должны воспринимать это, если вы не знаете этого основания, это божественное откровение, или суру пророка, которое надо запомнить, произносить, либо просто понимать, как руководство действует. Привожу краткий кухонный рецепт, как получить запись вот такого гаметониана в представлении вторичного обнования. Вот представьте себе, что мы вычисляем энергию основного состояния нашего исходного гаметониана, взаимодействующих коммутационных электронов. Что мы делаем? Мы берем коммутационный рецепт, усоединяем с помощью волновых функций, обычных волновых функций, описывающих нашу эту многочистичную систему в основном состоянии. Для электронов эти волновые функции строятся из термината склетора. Значит, расписывают более подробно. Значит, надо взять комплексно запряженную волновую функцию от асистичного гаметониана и строить с этой средней уголовной функции. Плюс делаем двухчастичное взаимодействие с потенциальной энергией и тоже усоединяем с волновыми функциями. Это пока все обычные волновые функции. Надо выехать. С числа Вот я просто записал энергию гаметониана в основном состоянии. в основном состоянии. В чем стоит процедура вторичного волнования? Процедура вторичного обмантования состоит в том, что вот эти волновые функции теперь объявляются операторами. То есть я просто... Посмотрите на наше выражение, которое записал для опера Гаметониана в представлении вторичного обмантования. Это состоит в том, что я вот просто вот эту волновую функцию комплексно запряженную и заменим на оператор. Вождение частиц. Вождение частиц. Ну и все это значит оператор. Вот вторичное обмантование состоит из того, что вот волновые функции, которые стоят, есть вражение для энергии, объявляются операторами. Ну и известно, что в обычной квадровой механике какую-то обычную волновую функцию вы можете разложить ряд по полному набору атомномерной системы функций вильдертовом пространстве. То есть вы берете, скажем, если у вас какая-то полная система функций, например, могут быть плоские холдин, могут быть стерические функции, то она даже представляется полно-самерная система. атомномерная система. Ну, например, в качестве простейшего примера нужно выбрать волновую функцию в виде плоской волны и в качестве свободных электронов в качестве голубой меры и в качестве свободных электронов ну и вот значит у вас есть волновая функция квадровой механики и вы эту волновую функцию разлагаете в ряд по вот этому полному атомномерному, по базисной функции. коэффициенты разложения здесь ну вот какие-то коэффициенты разложения, коэффициенты проекции волновой функции, которые вы ищите, так сказать, в вашей фантовой механической затачке, чтобы описать собственные состояния электрона. Значит, волновой функцией вы разложите. Задача решена, вот если вы с помощью аналогичных трубонов удается вам найти вот эти коэффициенты разложения, все, вы получили полную оперативное описание, как сказать, вашей фантовой механической системы. Теперь аналогичным образом в представлении вторичного монтования делаются следующие вещи. Оператор вторичного монтования разлагается по полной системе функций. Но коэффициенты разложения теперь идут не просто с числами, а операторами. Какой смысл имеются эти операторы? Оператор А в данном случае является оператором рождения частицы в состоянии, отвечающем вот этому волновой функции. То есть функции, на которой мы проектируем нашу функцию. Задача. И, соответственно, оператор А плюс Л это оператор важнее частицы в состоянии ну, например, для электрона, если вы возьмете оператор А плюс К, значит, вы рождаете электрон с импульсом К в состоянии такой плоской волны. Обычно, вот в качестве вот этих волновых функций, на которой система, которая образует систему координат в нашем пространстве, где идет там пространство, на которой проектируется волновая функция, или операторы. Обычно выбирают собственные функции адрочастичного гигитаря. Что это значит? Вот если вы возьмете оператором адрочастичный, оператором синетической энергии, подействуете на такую функцию, вы получите энергию частицы в этом состоянии. Ну, например, давайте иллюстрируем вам этот петерблат в том мифрике. Давайте в качестве одночастичного гигитаря выберем просто кинетическую энергию вашего квадрата, квадрата градиента. И волновую функцию, собственную волновую функцию для типичного такого гигитаря. Это волновая функция электрона с импульсом К и со спитом Сигма. пространстве в каком-то занятом системе В. Ну вот, когда для нормировки пишем единицы на коре или В. Плоская волна и волновая функция, характеризующая спиновое состояние электрона. спин либо плюс, либо минус, и они отновляются. Что делать? Значит, берем этот оператор для частичных, действуем на нашу волновую функцию. минус на квадрат 2m двойной градиент. Действуем на вот эту нашу функцию, густую волну, обмноженную на спиновую функцию. В результате двойного дифференцирования у нас выскакивает, каждый раз при дифференцировании в радиенном выскакивает и К. Значит, ток рулит так. и Георгий квадрат H квадрат H квадрат H квадрат H квадрат H квадрат Н. Но вот это есть не что иное, как энергия электрона. Кинетическая энергия электрона в этом состояла. Давайте, когда мы знаем, что удобно выбрать в качестве базисных функций набор собственных функций одночастичного гамильтониана, давайте в выражении для операторов представлениях вторичного фронтования произведем разложение по одночастичным функциям такого гамильтониана. Так, значит, пишу оператор для гамильтониан в представлении вторичного фронтования. Интеграл по координатам. Так, здесь стоит у меня спереди что? Оператор рождения поля частиц. Значит, разлагаю и попадаю по собственным волновым функциям. Значит, пишу первый член. Значит, сумма по всем сопоставлениям гамильтонианом А крест Л И Дальше одночастичный гамильтониан Так. Оператор уничтожения поля частиц. Разлагаю его опять-таки по полному набору вот этих собственных функций. И Ну и такую же процедуру проделываюсь членом потенциальной энергии. потенциальной энергии взаимодействия. А Получается три Трюши один Сумма по Л Ну, здесь приходится писать очень много таких шумочек. Следующее, если вас там возможно, давайте, так, вызываем деньги с любви ружья, правильно? Так, потенциальная энергия. Так, на хвосте два оператора, тоже надо разложить. Так, и еще один оператор. Что значит здесь будет? Когда мы подействуем вот этим оператором на свою собственную волновую функцию, мы выкинем энергию в одночастичном состоянии Эпсилот-М. Поэтому первый член мы перепишем так. Эпсилот-М. Эпсилот-М. Дальше идет. Эпсилот-М. Эпсилот-М. Дальше идет. Да. Так. Почему это соответствует? Интеграл? Единица? А это же символ конвекера. ДЛМ. Мы все проинтегравировали. Значит, у нас на двойной сумме снипется один иных сумел. Так. Ну и теперь от кинетической энергии, что у нас останется. Давайте, значит, кинетическую энергию перепишем. Так. Плюс одна, вторая. Сумма. N. L. 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 Q. 1. Н. Большой. На полу вот этих всех эгрегораторов. A. Крес. L. A. Крес. N. A. Q. Так. Верно? А. Верно? А. Ух. А дальше стоит вот такой двойной договор. Обал. ЛС, Дなくси один. А. Кси. М. Кси один. В. Си. Кси один. Так, значит, что у меня? Так, вот здесь бережный комплекс у нас определенный. Что это двойной интеграл? Это маточный элемент от энергии взаимодействия, вычисленный на волновых функциях. Это, скажем, в простейшем случае на плоских воздух. То есть вот этот интеграл обозначают либо вот так, на энергичный элемент. Возможно, некоторые предпочитают индексы писать внизу. Ну, это вот все, что по сути дела. То есть в результате мы нашим. Н, 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 Н. Маточный элемент главного взаимодействия. Вот, откуда мы начали, к чему пошли. В итоге, вот, когда мы записали наш гамильтаниан в таком виде, мы получили гамильтаниан в представлении чисел заполнения. Это называется представлением чисел заполнения. Когда гамильтаниан записывается через некие коэффициенты и операторы рождение и уничтожение частиц различных состояний квадро-механических, которые характеризуются индексом r, например, витальным числом каким-то, может быть, значит, волновым вектором, на пространственных задачах, может быть, какой-то индекс, характеризующий спирические функции, но это зависит от гамильтаниан в представлении числа заполнения. Ну, одновременно можно еще показать какую-то вещь, скажем. В квантовой механике число частиц так описываются в обычной квантовой механике, в футболичном квантовании таким образом число частиц системы. Так. Когда мы переходим к представлению вторичного квантования, число частиц – это как оператор, мы их запишем через операторы более числа частиц. Вот. Значит, мы записываем число частиц операторов. Но, если теперь мы возьмем каждого из этих операторов. Опять разложим по одночастичным волновым функциям, мы увидим, что это есть. Вот такая вещь. Это после вот того, как мы подставим сюда разложение, просубим, проинтегрируем, используем 100 кг. и вот это. И здесь не у нас мы получим такой результат. Ну и последнее замечание. Так, а еще и все у меня не так. В квантовой механике многих частиц мы обычно имеем дело в ситуации такой. Либо у нас число частиц нашей квантовой механической задачи сохраняется. Ну, например, мы рассматриваем кусок металла, к которому изолированный кусок, заряд его не меняется, и облучению никакому не подвергается, то число электронов в этом куске металла остается, в объеме металла неизменно, меняется ли температура, меняется там, допустим, давление. Но! Время от времени встречаются такие задачи, когда число частиц или в квазе частиц не сохраняется. Ну, например, вы слышали, какую вещь как фаноны творили в Англии, но число фанонов, так сказать вам, но зависит от температуры, при нуле температур фанонов никаких нет, реальных, но при виртуальных, при увеличении, как говорится, температуры число фанонов растет. Или точно такая же задача в магнетизме есть, так называемые спиновые склонения или магномы, их число зависит от температуры. Так вот, в тех случаях, когда число частиц задачи сохраняется, это сохранение обычно учитывается тем, что если мы совместим оператор числа частиц с волновремой функцией, то оно должно оставаться неизменным. Ну, значит, вот это оператор числа частиц с волновремой функцией на В, а, з, а, а, 0. И поэтому, во многих задачах статистической механики, статфизики, обычно что рассматривается не просто гибельтениан H в представлении вторичного фронтования, а вот в нем он вмешивается вот так выборавка µ на N, где µ – это химический потенциал системы. И тогда, скажем, гибельтениан в представлении вторичного фронтования с вот этой добавкой выглядит так. H минус N – это есть энергия в одночастичном состоянии, гибельтечная энергия, отсчитанная от энергии химического потенциала, плюс, значит, член в частичном двигателе – L, N, N, B. L, N, N – это потенциал, матричный элемент. A, M, A, M, A, N, A, N. Обратите внимание, что вот сейчас я записал это выражение оператора вывождения числа частиц и уничтожения без крышков сверху. Ну, поскольку дальше всегда вот эти буквы A будут операторами, я вот эти кавычечки, крышки, леверок, писать не буду, чтобы позволить так. Ну, сэкономить нам усилия, что переписываем. Ну, ладно, ребят, давайте сделаем перерыв. Здесь я ставлю автомат. запишите название у вас сегодня за день занятия начались с моей пары или было это что у нас там политология политология нет я знаю бегающие а политологи вот сколько раз такой науки не существует северированном мире это неизвестно и они преподают за него не дают степеней чисто российское изобретение куда-то пристроить огромную партию группу на российско-ленинских попов которые преподавали научный коммунизм и исторический коммунизм историку БСС поскольку это была двухтысячная и десятитысячная армия и у них куда-то надо было их перименовали с политологов и значит продолжается не от того чего идти ну пишите буквально следующее поворот поворот 2 Гайденбергское представление Гайденбергское представление представление взаимодействия и С матрица С большая буква СТ матрица Пусть имеется у нас система частиц которые описываются гамильтерианом H как меняется состояние этой системы во времени для описания системы пишут о логнении Швелли-Миран И большое это волновая функция системы Допустим, мы знаем чему равняется волновая функция в начале момента времени в начале момента последней части ноль мы обозначим таким образом эту волновую функцию тождественного и считаем, что мы ее знаем ну давайте как изменение этой функции со временем давайте искать в виде возложения вариантов будем считать, что при отклонении когда-то не может быть выговорение Т это можно представить в виде бесконечного ряда Т значит плановая функция в начале момента времени плюс член линейный по времени плюс член потратичный по времени вот это и вот давайте волновую функцию в таком виде давайте вот мы ее сюда подставим волнение что я здесь делаю это ряд что мы будем иметь мы будем иметь следующее для так подстановка в левую часть после дифференцирования по времени и 2 g2 t плюс 3 g3 g2 m gm t m минус 1 м ну и правая часть для меня ну чтобы это равенство выполнялось Очевидно, должны быть одинаковыми коэффициенты слева и справа при одинаковых степенях времени. Левая часть равнялась справа, и ясно, что коэффициент при какой-то степени времени справа должен разняться коэффициентом. Вот, говорите, у них t в нулевой степени, что значит, что мы имеем слева? Слева у нас и g1, справа, h2. Так, при первой степени времени, что мы имеем? 2 и g2, hg1. Вы по времени подавайте, что у нас? 3 и g3, hg2. Ну и, наконец, и так далее. Ясно. Что отсюда? Вот первое лабинство позволяет вывозить официаль G1. 2 и g2, hg1. Второе лабинство дает G2, минус i2, hg1. Так, g1. Так, g1 мы знаем. Так, третий g3, минус i3, hg2. Так, подставляем G2, что мы будем? 1, 3 факториал, минус i3. Ну, и трудно сообразить вот так. Четвертый подставим и так далее. Мы видим, что G1 есть, соответственно, единица на n факториал, минус i, h в степени n. Вот мы раскатали ряд всех коэффициентов. Ну и теперь мы можем записать назад. Чему равняется наша волновая функция в момент времени летать? Ясно, что волновая функция в момент времени летать? Есть не единица, минус i, ht. И так далее. Все это действует на n. Ну что, это экспонент. Бесконечная, ребята, да? Вот мы получили из сравнения Швёрдингева, что волновая функция в момент времени t и от t из волновой функции встречается в момент времени, когда она ещё не зависела и как от времени, описывается в следующем выражении. И теперь давайте предположим, что у нас есть какой-то оператор. F. Кватерный механический оператор. Ну какой будет там оператор и импульсор. И посмотрим, как меняется со временем материчный элемент от этого оператора. Давайте, значит, посчитаем материчный элемент f в состояние n, n. Значит, надо взять наш оператор f и проинтегрировать его с волновыми функциями. Значит, одна описывает волновую функцию в состоянии m в момент времени t, а другая описывает волновую функцию в момент времени m в момент времени t. Надо сосчитать. Материчный элемент квантовой волновой функции в зависимости от времени. Ну, давайте так. А, вот. Забыть скоро что-то рисовать. Так. Ну, давайте воспользуемся вот нашей вот этой формулой. И мы можем списать. Это наше отношение в следующем виде. Значит, pi h. Волновая функция состояния n в комплексе, сопряженная в моменте, не зависящая от возни, где 1 ht. Потому что комплексы сопряженной включаются вот из этого путемноубийского сопряжения. f. Дальше. Хорошо. в том числе. Ну, смотрите, что мы можем сделать. Мы можем этот же пастричный элемент, зависящий от времени. Представим себе таким образом. Представим, что вот здесь, теперь у нас какой-то есть новый оператор, который из старого, вот этого независящего от времени, получается таким образом. мы навешиваем здесь обкладку и здесь обкладку. И значит, тогда теперь у нас оператор, который раньше не зависел от времени, становится, вот у него так условно обозначен, зависящим от времени. Ну, мы вычисляем его на волновой функциях, теперь, независящих от времени. То есть, зрение значения, то есть, какой-то пастричный элемент от оператора, на волновых функциях, зависящих от времени, может быть представлен таким образом, когда рассматривается оператор, зависящий от времени, но волновые функции не зависит. то есть, мы введем, так сказать, новое представление операторов в циклы из E, B, H, T, C, D, H, T. Вот такое представление операторов называется Гайзенберговским представлением. Гайзенберговское представление операторов. То есть, в квантовой механике протекающие процессы можно все описывать двумя способами. Есть Шевеллингеровское представление операторов, есть Гайзенберговское представление. представление Гайзенберговое поставить. Идем. Голосовая функция не зависит от времени, оператор зависит. Голосовая функция зависит от оператора. Если в качестве оператора S выбирать сам гамильтаниан, то для гамильтаниана и Шрёдингеровское представление, это одно и то же. Почему? Потому что если мы запишем шрёдингеровское представление гамильтаниана, то хотя H оператора и здесь H оператора, но сам оператор сам собой коммутирует, ну разложим это бесконечный ряд, перекоммутируем, вытащим это в экспоненту, это экспонент из этой части. Для самого гамильтаниана это одно и то же, а вот если какие-то кусочки операторов входящие в гамильтаниан, то, конечно, это будет равная вещь. Таким образом, в газетерковском представлении временная зависимость события переносится с главной функции на сам оператор. Так, ну запишем уравнение движения, то есть как меняется, каким уравнением описывается изменение оператора во времени в Гайзель-Бенковском представлении. И вот давайте напишем производную, берём производную для нашего претендентного представления и правления. Ну, дело элементарное. Берём производную. Вот, произведение. Что делается? Дифференцируем по очереди. Сперва дифференцируем первую оплатку. Вот эти экспоненты я буду заказать, это назвать просто оплатками. Значит, дифференцируем первую оплатку. Что это даёт? E, H, E, E, H, T. F, E, E, H, T. Плюс F от времени не зависит. Дифференцируем оплатку на хвосте. Значит, E, E, H, T, F. Ну, как мы её запишем за E? E минус E, H, T за минус E, H. Вот расположение умножителей, E, E, H, E, H, вот это между собой представлять можно не коммутировать. Но не дай бог перетаскивать сюда, потому что R там вообще не коммутировать. Так, значит, когда мы так написали, это можно ещё так написать как И, H, T, E, E, H. То же самое. Значит, это у нас фактически записан коммутатор, в двух величин. Ну, давайте я его ещё так кратко обозначил, в виде квадратной скобки коммутатора. Ну, поскольку вот это H для Гамильтониана, Газенберговская и Швейдингерская подставления совпадают, то мы, значит, запишем, как коммутатор Гамильтониана в Казенбергском подставлении на H, T. И, если мы посмотрим ещё повнимательнее, мы можем убедиться, что это можно ещё и писать за E, H, T. Продолжение следует... Ну, и теперь давайте посмотрим некий такой случай, где у нас есть стационарное состояние в нашей гумантово-метонической системе. Это означает, что у нас есть волновая функция, независимая от твоей, поскольку стационарное состояние какое-то квадратное гумантово-метоническое. Собственное значение Гамильтониана или гумантово-метоническое. Давайте засчитаем маторичный элемент от оператора F до Газенберговского подставления вот для этого случая. Давайте пишем латоричный элемент. Значит, это здесь латорные функции. Так мы уже записываем. Что дальше делается? Ну, смотрим вот этот элемент, что означает вот эта группа. Значит, это корреспондента, содержащая вверху оператора метона, действует на волновую функцию стационарного состояния M. Как это действие можно расписать? Давайте опять экспоненту располагаем бесконечный L. И каждый член бесконечного ряда действует на волновую функцию FHm. Ну, если действует последовательно единичка зас единичку. Первое члено возложения зас минус I, E, N. Дальше действуем квадратом. Один у вас квадратов подействовали. Второе у вас подействовали между нервом. Это нам даст плюс одну вторую I, E, N, D квадрате. Ну и так далее. Бесконечный ряд. Двое функции основного состояния. Сворачиваем назад бесконечный ряд тейлора в экспоненту. Мы имеем видимость E, E, N, D квадрата. Ну и так далее. Мы показали, что вот если у нас такая обкладка подействует на FHm. Мы получим, здесь просто стоят уже собственные значения. Значит, волновая функция, вот эта собственная волновая функция, независимая проекция. Ну и, значит, соответственно, что даст действие вот этого оператора? Фактически это комплексное нервитовое сопряжение вот этого. Ну, оно у нас, скажем, если мы подействуем, берем HM, E и HM. Что это есть? Что это есть? Это и есть арбитовое сопряжение E-HT HM. Арбитовое сопряжение. Значит, надо просто взять вот этот результат и провести над ним арбитовое сопряжение. А результат действия вот этих двух операторов на волновые функции мы знаем, подставляем, подставляем сюда, подставляем вот этот момент арбитовое сопряжение. Она должна быть на арбитовое сопряжение. Значит, это оборвляется. Затем. Продолжение следует... 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 на 2 и минус 5. Что я вынес в мутарископах? Это исходное мутационное соотношение, которое мы прописали нашим первооткопом. То есть вот эта вся круглоскопка выносим, значит, это С, функцию минус D это R минус D1. Таким образом получается, что если гейзенберговские операторы взяты в момент времени, то они коммутируют по правилам коммутационных соотношений, которые работают для среднеджерских операторов. Другого варианта, взяты в один момент и коммутируют. Если они взяты в разные элементы времени, то компенсации не выходят. так. Ну ладно. Временчик. Ну ладно, дорогая. Сегодня давайте точку поставим, потому что с примером гейзенберговское представление для поделённого оператора понадобится минут 20. Гейзенберговский